дорогие друзья сейчас я вам покажу остров артём я уверен что в азербайджане не каждый был на этом острове я сам еду первый раз сюда мне посоветовали здесь побывать вот мы приближаемся к острову видим уже коммуникации здесь проводят раньше был остров потом засыпали от материка до острова грунт и получился такой вот уже полуостров но на этом решили не останавливаться решили построить мост современный ответьте с двух сторон море вот мы видим баржи начались они не могут на ту сторону переплыть а вот когда построят мост под мостом подроют эти баржи могут переходить переплывать на ту сторону части моста а так им приходится огибать очень далеко вот он наш мост он еще чуть-чуть не достроен но я думаю что через пару месяцев он будет готов вот видите коммуникации здесь здесь по этому мосту пройдет пройдет и вода и свет работа идет полным ходом вот и мы переехали на остров пока ничего необычного не видим вот с правой стороны это вертолетная площадка видимо рабочих возили сюда вертолетами тут в основном добывали нефть и тут со всего советского союза люди съезжались и работали здесь осваивали остров вот и вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это местные островитянки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше из дома Дальше из дома Субтитры создавал DimaTorzok Дальше из дома В конце 1800 года В конце 1890 года В конце 1890 года Остров стал постоянно заселяться И в Братья Нобили Здесь стали выкачивать нефть Даже здесь От парка Кагаршье Там есть большие чаны Самые первые чаны построили здесь в 1905 году, братья Нобелев. Очень интересно. А потом здесь была маленькая Россия. Здесь какие нации только не жили. И армяне, и лезгины, и русские, и татары, и грузины, немцы. Всех национальностей было достаточно. А евреи были? И евреи были, и до сих пор есть. Очень много национальностей до сих пор здесь живут. У нас наряду со школами азербайджанскими есть школы где русские. Детсады с русским уклоном. У нас в основном население, опять-таки, где-то 50% населения русскоязычное. Я сейчас по дороге шел, у кого не спрашивал, все по-русски мне отвечали. Да, да, да. Здесь как маленькая Россия была. Все, что не находилось в советское время в Баку, из-под полы, все находилось здесь. Потому что у нас была летная часть, и оттуда с Россией весь хороший товар. Самые хорошие эти, тихослованские цепы, туфли. Репортана, цепа, да? Разные эти машинки стиральные и такие эти. Когда тут все было с дефицитом, на Артемусу можно было это пропустить. Ммм, вот оно что. И до сих пор у нас 17 есть. Это так положено. Ну да, конечно. Для вся рука была. Если хотите, пожалуйста, можем и чесночок. Да, да, да. К вашему приезду. Эксклюзив. Не говорите, что мы не ждали вашего приезда и что вы случайно попали сюда. Это было все по правде. Я не люблю ложь, не люблю лгать. Мы ждали вас уже давно. Спасибо вам, друзья. Пожалуйста. Ну шоу-соу. Вот и закончилось наше путешествие по небольшому острову Артем Пираллахэй. Вот вам покажу сейчас вид с балкона. Сам повидал остров и вас познакомил. Я думаю, это наша непосредняя встреча. Ну все, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!